Первые 25 минут мы проведем с вами, с Борисом Пинкусом, американским политиком. Борис, добрый день. Как вы меня слышите? Скажите что-нибудь, я вас приветствую. Добрый день, рад вас видеть и слышать. Слава Украине! Героям слава. Приятно слышать это от вас. Вот давайте вот с этого начнем, даже перед тем, как мы будем смотреть первый сюжет, к сожалению, печальный по поводу Ильи Яшина. Как ожидалось, так и случилось. Но я хотел вас спросить, вот ваша позиция. На каких условиях может быть мир между Россией и Украиной? Я думаю, что никто не имеет права решать за Украину. Ничего об Украине без Украины. Это значит, ни Байден, ни Макрон, ни Шольч, ни Милания, никакой другой лидер мировой не имеет права говорить об Украине, о конце войны, не учитывая те требования, которые были выражены президентом Зеленским. Это номер один. Вывод всех российских войск за границей 1991 года. Это первое. Давайте начнем с этого. А второе, если уж на то пошло, оно неизбежно. Это суд. Начиная от Путина и кончая его окружением. Трибунал международный. Новый. Никакие Гааги, никакие Нюрнберги. Новый. Перечем он должен быть переносной. Сначала в Мариуполе, потом в Буче, потом в Ирпении и далее со всеми остановками. Там, где была трагедия 21 века. Второе. Третье. Это компенсация всех убытков того ущерба, который были нанесены Украине. Это просто... У меня слов просто нет. Нет. Сегодня, по предварительным подсчетам экспертов, ущерб нанесен более чем на 1 триллион долларов. И последнее. Автоматическое включение Украины в НАТО. Украина этого заслужила. И никакие гарантии безопасности. Мы уже имеем печальный опыт Будапештского меморандума 1994 года, на который все плевали. Только это. Сегодня Украина лидер мировой. Не просто европейский, а мировой. Единственная страна, которая защищает западные ценности. Жертвуя жизнями. Если мы, американцы, тратим деньги, которые можно потом вернуть, а украинцы жертвуют жизнями, которые никогда не вернешь. Этому нет цены. Вот это. Я хотел бы уточнить один вопрос по поводу международного суда. Вы, наверное, знаете, что вчера было такое довольно интересное заявление голландцев, которые сказали, что они не будут требовать выдачи по делу MH17, тем, кому дали, кого осудили, и назвали интересную причину. Потому что Россия все равно этих людей, вообще русских граждан, вы знаете, по правилам, по конституции или по каким-то законам, она не выдает. Поэтому чего нагревать воздух. Вот как вы себе представляете механизм, как вот эти вот преступники, которые организовали весь этот ужас, о котором вы сейчас сказали, как они могут оказаться на скамье подсудимых? Мы сейчас оказались в исключительном случае. Впервые в истории человечества террорист номер один. Маньяк оказался у кнопки с ядерным оружием. Его нельзя сравнивать с Милошевичем. Это совсем другой случай. Сегодня можно привлечь к суду только на полях войны в Украине. Только Украина, победа Украины на всех линиях фронта решит судьбу тех преступников, начиная с Путина и его окружения, которые и начали эту трагедию. Поэтому я считаю, вот эти разговоры о санкциях, о каких-то судах, привлечениях, да Путин плевать хотел на все это. Никто не может достать его до тех пор, пока Украина не будет побеждать на всех линиях фронта. Она уже доказала, что она умеет это делать. Просто единственное, что нужна воля. Воля и Байдену, воля Шольцу, воля Макрону и другим лидерам западных стран, которые должны дать оружие то, в котором нуждается Украина. И даже не нужны солдаты НАТО. Абсолютно нет. Как только Украина начнет побеждать там, где она это может, а это можно сделать и в Крыму, это может Донецкий, Луганский, вышвырнуть за пределы 90-х. А там этот карточный домик Путин сам разрушится. Его выдадут сами, его окружение, которое тоже хочет жить. У его окружения этих самых КГБшников тоже есть дети, внуки. Они тоже хотят видеть их живыми. Так у них не будет выбора. Они должны будут пожертвовать Путиным. Вот тогда уже будет трибунал. Такой, о котором мы все мечтаем. Другого выбора нет. Нет другого выхода. Ну, наверное, я немножко как бы менее пессимистичен. Вернее, более пессимистичен или менее оптимистичен. Послушайте, сейчас будет довольно такой сложный момент. Почему? Потому что мы, наши, у нас много видео и фотографий. В этом суть моей программы. Это касается не только и не столько, конечно, Соединенных Штатов, где вы, ну, как бы главный мейджорный специалист в данном случае. Понимаете, да? Вы можете характеризовать и американскую политику, и вообще западную политику. Но давайте, тем не менее, мы с вами будем смотреть некоторые вещи, очень важные для России. И будем и с вашей позиции, и с моей позиции это дело оценивать. Итак, сегодня, когда вот я пришел на работу, я сегодня рано утром заглядывал в новости, а потом заглянул в новости уже сейчас. Я все время был за рулем. И, конечно, я очень огорчился. Итак, давайте посмотрим видео номер один Илье Яшину, известному российскому оппозиционеру, моему очень хорошему личному другу. Я его очень хорошо знаю. Знал его с, ну, скажем так, не с малых лет, но с самого-самого юного возраста, когда он только начинал в 90-е годы, он впервые стал появляться еще совсем молодым безусым пареньком в каких-то политических группах и так далее. Замечательный человек, потрясающий. Это вот для меня личная, личная очень серьезная неприятность. Итак, Илье Яшину дали 8,5 лет, прокурор просил 9. Ведь по делу о фейках про армию. И вот что происходило в суде после приговора. Посмотрите. Не расстраивайтесь, все нормально. Если кто-то думает, что... АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Камеры в сторону. Играли этот суд, друзья. Мы говорили правду о военных преступлениях и призывали остановить кровопролитие. И сразу давайте посмотрим видео номер 2. Мама Ильи дала свой комментарий сразу после суда. Поэтому нет. Я думаю, что при Путине он не выйдет. Он выйдет, когда не будет Путина. Я думаю, что когда закончится война. Как бы она не закончилась, я думаю, что все равно станет вопрос тогда о пленных, политических ученых. Я думаю так. Но я надеюсь, что будет уже не при Путине. Потому что при Путине хорошей жизни у меня, ребят, не будет. Поэтому, ну, я не знаю, будете ли вы что-то говорить о Белье Яшине, именно конкретно о нем. Я бы предложил несколько общей к вам вопрос. Вот вы знаем, идет абсолютное издевательство и уничтожение над Навальным. Вы знаете, он бьется в суде, чтобы ему выдали зимнюю обувь. Вот кому-то это сказать, вот понимаете, да? Он бьется в суде за пару зимней обуви, которые ему должны выдать. Должны. Почему? Потому что там двор 2 квадратных метра. Ну и сейчас у нас не лето. Понимаете? Не Лос-Анджелес. И вот Илья Яшин. И вот еще другие. И другие. И другие. Не с тем числа. А он показал стрим про Бучу. Ну, где мы знаем, что было. Понимаете? И вот 9 с половиной, 8 с половиной лет. Вот как решать этот вопрос? Может быть, что-то могут сделать Соединенные Штаты? Я даже подскажу. Ну, я не знаю. Может быть, они могли бы кого-то обменять. Вот будто обменяли. Вот его там цветами мы еще увидим это, встречали и так далее. Как с этим быть? Под войну, под шумок войны, Борис, мы видим, как уничтожают этих людей. Людей, которые есть будущее России. К сожалению, мы все являемся свидетелями того, что Путин не просто диктатор. Он не просто преступник на мировом уровне. Но он еще и садист. Медленно, целенаправленно уничтожает оппозицию. Его руки достигли даже и до Саакашвили. Вы посмотрите, что творится тоже самое в Саакашвили. У нас на очереди еще Володя Карамурза, которого я хорошо знал еще по Америке. Удивительная личность. Так что надеяться на то, что с Путиным можно договариваться, нет. Не должно быть. Это наивно. И тот торг, который сегодня произошел, обмен спортсменки американской на этого экспортера смерти, торговца смертью, Бута, это позор Америки. Это очень неравноправный торг. Абсолютно это позор. Это продолжение того провала, который байденская администрация имела при выводе войск из Афганистана. Поэтому только падение режима Путина решит все проблемы. И в том числе с теми, кто сегодня в заключении. Другого вывода нет. Поэтому надо вся надежда на армию Украины. А в свою очередь победа Украины сегодня зависит от Америки прежде всего. От воли Байдена. Поэтому я оптимистично смотрю на январь, когда большинство республиканцев будет в Конгрессе и будут приниматься радикальные меры. При всем том, что Байден подглавляет исполнительную власть. У него власти достаточно много, чтобы делать по-своему. И тем не менее, я надеюсь очень, что конгрессмены, ястребы, республиканцы будут бить во все колокола, чтобы помочь Украине быстрее победить и тем самым помочь нам, американцам, налогоплательщикам. Потому что нам это тоже дорого. Я говорил и повторю еще раз. Мы платим деньги. Это влияет на инфляцию. Это влияет на стоимость нашей жизни. И на все остальное. Поэтому сегодня Украина это наш спасатель. Помогая Украине, мы помогаем себе. Давайте я задам вопрос. Только смотрите, объясните его так, чтобы многим нашим зрителям, вы понимаете, тут не все, ну, зрители обычные, они не все искушены в американской политике. Вот закончились выборы, свидетелями которых мы были. Что-то поменялось, что-то осталось как было. Байден продолжает, естественно, быть президентом. Известно нашим зрителям, что и республиканцы есть противники помощи Украине, и среди демократов тоже, так сказать, никуда не денешься. На всякий роток не набросишь платок. Просто объясните, новая ситуация, она будет мешать помощи или, в принципе, помощь будет продолжать идти? Она, во-первых, будет продолжаться. Потому что первая причина, это те 70 с лишним процентов американцев, которые, несмотря на все проблемы, с которыми сталкивается обыватель, продолжают поддерживать Украину. А кандидаты и уже депутаты, они не могут игнорировать голос своего избирателя. В противном случае они будут избраны через два года. Поэтому это первая причина, почему украинцы должны быть спокойны. Та помощь, которая была Украине, она останется. Мы за то, чтобы она наращивалась. Сегодня такое время, когда нужно быстрее помогать Украине. Хватит тянуть лямку, хватит болтовнёй заниматься. Пора действовать. И чем быстрее, тем лучше. Промедление смерти подобно. Мы видим это каждый день. Поэтому я уверен, с приходом большинства республиканцев, помощь не просто останется на том же уровне. Она усилится. И мы будем этим свидетелем. Теперь давайте я вам покажу видео. Помните, как втихую без пафоса встречали в России военнопленных после обмена? Действительно, я в Украине, поэтому, казалось бы, чем хуже там, в России, тем лучше. Но просто как человека, который прожил 37 лет в Российской Федерации, какие-то вещи, я говорю это абсолютно откровенно, меня просто удивляют, понимаете? То есть, ну, поменяли там очередные 50 на 50, 100 на 100. Здесь их встречают, обнимают и так далее. Там они просто, вот, садитесь в эти автобусы, поехали. Ну, типа, они же там воевали за Великую Россию и так далее. Это одна история. Ну, вот, появляется человек, которому вы горите особой симпатией. Это Виктор Бут, которого вы тут характеризовали, значит, некоторыми словами. И вот так встречали Виктора Бута в Российской Федерации. Посмотрите. Покажем это в прямом эфире. Возвращение на Родину с цветами для мамы и для супруги. Давайте подойдем чуть поближе. Здесь радует две вещи. Я просто хочу сказать, чтобы вы знали. Для повышения вам настроения. Во-первых, это сюжет Первого канала. Понятно, да? Для начала. Сюжет Первого канала. Во-вторых, это вот какой-то вот необычный самолет. Да, потому что мы видим, что это какой-то чартер. Потому что... Спецрейс. 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 Их же там в Эмиратах, по-моему, где-то поменяли. В общем, короче говоря, Российская Федерация не забыла своего верного сына. Это первое. И второе. Мне понравилось слово «застенки». Понимаете? Значит, по его виду видно, что он говорил прокурору Соединенных Штатов. «Выдайте мне зимнюю обувь. Выдайте!» А тот ему говорит. «Не выдам я тебе зимнюю обувь. Ты торговец оружием». Понимаете? Я, значит, во-первых, лидер, нынешний лидер ЛДПР пригласил его с визитом в Государственную Думу, по всей видимости. Ну, там ручкаться они будут просто. Но, как мы знаем по-луговому, вы помните, да? Я думаю, что будет сделан вот этот трюк, когда попросят какого-то из пенсионеров уйти. А этого либо в Государственную Думу, либо в Совет Федерации. Потому что Путин лучший друг. Он своих пацанов никогда не бросает. Мы это с вами знаем. И абсолютно наплевать на общественное мнение гонопольского или пинкуса. Что мы там оружие, фарку продавать. Продавать, не продавать. Мой пацан приехал, будет в Государственной Думе на государственном довольстве. А может быть и спикером даже. Может быть даже спикером. Кто знает. Все может быть. Это награда. Абсолютно. Это награда. Ну, вот видите, тут у нас говорят, как бы, что для Байдена, Байдена, вы понимаете, я в данном случае имею в виду не президента, не конкретного Байдена, а как президента Соединенных Штатов, как институцию. Для нее важна человеческая жизнь, человеческая судьба. Поэтому хотите, тем более, что он сидит с 2008 года, если я не ошибаюсь, он сидит с 2008 года. Ну, уже посидел. С 12-го. По-моему, с 12-го. Хорошо, с 12-го, слушайте, почти, ну, 10 лет. 10 лет отсидел. В застенках, не забывайте, в застенках мучился. Не было зимней обуви. Вот. И теперь его отдали. Мне кажется, что это вполне совершенно нормальный обмен. Еще бы вытащить там второго вот этого человека, это было бы... Знаете, почему я это говорю, Борис? Потому что, вспоминая, как вытащили там Солженицына, как Ростропович и так далее, вот всех вот этих, ну, оппозиционер, ну, Ростроповича другая была история, но как всех их вытаскивали вот тогда из брежневского режима, я не знаю. Если бы они согласились, я бы, американцы бы взяли, бы их обменяли. Ну, какой смысл? Они сгниют. Путин еще будет жить тысячу лет, и они тысячу лет будут сидеть. Мама Ильи Яшина права. Я согласен на сто процентов с вами, но беда вся в том, что у Америки были шансы то же самое. Думать о будущем. Они просто недооценивали Путина. В этом вся проблема. И если бы они загодя могли предвидеть, с кем они имеют дело, и что предстоят торги, можно было бы, конечно, воспользоваться массой случаев, задерживать, арестовывать, с будущим желанием обменять на тех людей, тех правозащитников, достойных России граждан, которые в будущем и могут вести Россию по тому пути, о котором мечтает вся западная цивилизация. К сожалению, этого нет. Об этом даже разговору нет. И нам на низах предстоит лоббировать сейчас, бить во все колокола, чтобы правозащитники в лице того же Яшина, Карамурзы, Навального были обменены, выпущены. Вот это очень важный вопрос. Я думаю, это предстоит нам всем решать. Предстоит, и это неотложно во имя будущего России. Ну, поскольку вы у нас, я вас назначил специалистом по международке, скажем так, понимаете, да, потому что последующие гости у нас будут больше по внутренней политике, я хочу вам сказать интересную новость, которую Ирина, моя редактор, только что мне прислала. Совершенно неожиданно. Вот чего-чего не ожидал. Перевожу вам с украинского. Премьер-министр Индии Индия отказался от встречи с Путиным из-за угроз России использовать ядерное оружие, сообщает Блумберг. А я не удивляюсь. Я не удивляюсь. Ну как? А нефть? А нефть? Главный потребитель нефти. Как это? А скидки на нефть? А скидки на газ? Если надо будет. Здрасте. У Индии выбор? Или Америка, которая сейчас будет предъявлять санкции Индии? И оружие, которое Индия просит у Америки? Или... А она переходит на американское? Абсолютно. Абсолютно. Поэтому у Индии нет выбора. Более того, тут роль сыграл Китай тоже. Буквально недавно. Китай... Си... Ну да, Си сказал, что не надо. Не надо. Это не надо. Вы помните, да? Да. Вот это тоже влияет. Это главное. Поэтому я за то, чтобы Байден был более активен в организации коалиции антипутинской, которой доминирующую роль будет играть, по крайней мере, две страны Америки и Китай. И подключить Индию. И подключить Европейский Союз. Вот таким образом. И действовать. То есть, первый вариант, это полная экономическая блокада России. Отказ от всех энергоносителей. И второй вариант, это, конечно же, я бы не побрезговал, превентивный удар. Превентивный удар по тем источникам, которые сегодня используются для атак против Украины. Это то, что Украина сегодня делает успешно. Атакуя аэродромы в том же Энгельсе... Ну так она это делает, но вы же не за вступление превентивное войск НАТО. Ну вы знаете, рано или поздно это произойдет. Нет, когда... Нет, здесь вопрос, кто начал. Вы понимаете, в чем дело? Здесь вопрос, кто начал. Путин сваливает на Запад. Путин сваливает на Запад. Он постоянно говорит, кто начал. Вы обратите внимание. Он постоянно говорит о том, что территории, эти четыре области, которые, видите ли, принадлежат России, если будет атаки против них даже, Путин применит все средства, которые у него на столе. Пусть первый применит. Пусть, Борис, пусть первый применит. Борис, мы с вами люди спокойные. Раз вы назвали сакральную фамилию Владимира Владимировича Путина, то я не могу отказать себе в удовольствии, чтобы мы его и послушали. Это у нас какой, Ирина, номер? Просто чтобы я отметил. Сейчас мы посмотрим. Сейчас, 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 сейчас. Мы для вас подбираем лучшего Путина. Видео номер пять. Путин заявляет, что Украина превратилась в колонию. Заучите этот текст. А Запад использует народ страны как пушечное мясо. В смысле, Запад украинцев. Вот давайте послушаем нашего духовного отца и учителя, чтобы он сгорел. Давайте послушаем. Чтобы сдержать, блокировать любые альтернативные модели развития, они прибегают к незаконным экономическим и торговым санкциям. Используют технологии цветных революций для смещения неугодных правительств и разжигают военный конфликт. Своими откровенными провокациями повышают градус напряженности и конфронтации в разных регионах мира. Тяжелые последствия подобных действий мы видим сегодня на Украине. На протяжении целого ряда лет Запад беззастенчиво выкачивал и эксплуатировал ее ресурсы. Поощрял геноцид и террор на Донбассе. Фактически превратил эту страну в Калугию. И сейчас цинично использует украинский народ как пушечное мясо, как таран против России. Продолжая снабжать Украину оружием и боеприпасами, направляя наемников, толкает ее на самоубийственный путь. Видите, Борис, что вы наделали? Со своей Америкой, со своим Байденом. Вот нет вам прощения, понимаете? Нет вам прощения. Абсолютно. Кошмар. Просто слов нет. Какие мы плохие? Какие мы преступники? Боже мой. И это говорит человек, который сравнивает себя с Великим Петром Первым, который, видите ли, не завоевывал, а возвращал русские земли. И вот сегодня, когда этот тиран, этот диктатор на самом деле нагло, втокшись на украинскую землю, пытается узаконить эти четыре области, и при всем этом несет поражение, и не признает он этого, обратите внимание, пожертвует более ста тысячами жизней россиян, и еще говорит о каком-то пушечном мясе, которым пользуется Америка, жертвуя украинским народом. Ну, что остается сказать? Развести руками и сказать, уважаемый, взгляни в зеркало, ты увидишь себя. Ну, нам надо сначала решить, какой из его двойников будет смотреть в зеркало, а потом уже, так сказать, да. Ну и напоследок я хочу вас порадовать таким смешным сюжетом. Значит, украинские волонтеры были в Конгрессе США. Физически. Приехали. Да. И устроили небольшой перформанс. На глазах у журналистов они начали, ну, взяли флаг ДНР, Донецкой Народной Республики, Донецкой Народной Республики. Ну, и вот посмотрите, что они сделали. Интересное видео. Существует... ...потикedar флага... ...ис especially good for polishing shoes and things like that. Безобразие. Так оскорбить независимое государство, что вы смеетесь. Позор. Позор, Борис. Позор. Позор. Флаг. Символ страны. Символ ДНР. А вы смеетесь? Это самозванцы, которые созданы самим Путиным. Че говорить-то? Слов нет. У меня слов просто нет. И молодцы, ребята. Я бы присоединился к ним. С удовольствием. Да. Хорошо. Спасибо вам. Мы с вами время перебрали, но с пользой. Спасибо вам за ваше мнение, за вашу твердую позицию. Это, безусловно, важная история. Борис Пинкус, американский политик. Благодарю вас.